всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я расскажу вам об одном из удивительных отелей в 10 барселоне построенным по проекту американского архитектора брюс грэма и о нем я кстати вам немного рассказывала в своем видео о небоскребах барселоны потому что это здание действительно небоскреба но выше 150 метров в нем 44 этажа и только два здания в городе барселона с такой высотой отель этот один из самых дорогих здесь в испании но наверное он того стоит судите сами я вам попытаюсь показать все что я сама увидела в этом отеле отель арт принадлежит сети марриот и управляется международной системой отелей ритт-картон в барселоне вы нигде не увидите и не услышите название ритт-картон так как в испании использование этого бренда запрещено в связи с существованием в мадриде отеля с одноименным названием риттс брюс принстин леонардо дикаприо сандра балок шарлиз терон харрисон форд это лишь некоторые звезд которые останавливались в отеле арт во время своих визитов барселона в городе есть конечно и другие роскошные отели но в этом небоскребе с видом на средиземное море расположено напротив олимпийского порта всегда останавливались звезды кино и музыки самое главное преимущество отеля арт это конечно его место расположения с одной его стороны порт и пляж зоны ресторанов и ночных клубов парусных яхт с морскими прогулками а с другой стороны в пешей доступности парк сьютадель район эльборн дэйда саграды фамилии 10 минут на машине или минут 30-40 пешком проходящая рядом объездная дорога литераль позволяет также легко заехать и удобно выехать если вы выезжаете за город или возвращаетесь в отель выйдя из отеля через две минуты вы окажетесь на городском пляже что конечно большая роскошь для отелей барселоны отель полностью открыл свои двери в 1994 году последний раз он сменил владельца в 2006 эта сделка была названа самой крупной финансовой сделкой с недвижимостью во всей испании так как составила 417 миллионов евро осенью 2020 года владельцы отеля инвестиционные компании из голландии и сингапура вновь были в центре внимания местной прессы на этот раз они выкупили на аукционе у города прилегающую к отелю набережную за 76 миллионов евро и теперь ее ждут большие преобразования жемчужиной отеля считается спа-центр расположены на 43 этаже здания и он действительно не может не впечатлять по предварительной записи на двоих человек предоставляется пространство с джакузи двумя саунами комната отдыха терраса на открытом воздухе отовсюду открывается потрясающий вид на море и здесь действительно отдыхаешь и душу и телом оставляя все заботы где-то там внизу а а а Субтитры делал DimaTorzok С первого года, когда я снимала это видео, были открыты только два. Один из которых – знаменитый ресторан «Инотека» с двумя звездами «Мишлен». Стоимость дегустационного ужина в нем 150 евро. В эту стоимость не включены напитки. В обычном ресторане и отеле средний ужин обойдется вам в 50 евро на человека. В этом же ресторане накрывается и завтрак. Здесь есть выход на террасу, где можно позавтракать с видом на сад и вечно голодных чаек. В отеле есть небольшой огород, где выращивают свои травы и овощи, и которые используют на кухне отеля. Мне показался немного простым завтрак, поэтому если останавливаться в этом отеле на длительный срок, я бы рекомендовала воспользоваться большим количеством кафе на набережной, прямо рядом с отелем. Из минусов, если такие искать, то можно отметить грязные окна. Будем считать, это обстоятельство было обусловлено отсутствием гостей в течение длительного срока и отсутствием цветов, какими всегда был украшен отель до пандемии. Но что бы там ни было, все эти минусы незначительны, особенно когда вы увидите зону у бассейнов с красивейшими видами и удобными лежаками, ненавязчивая музыка и прекрасным сервисом. На территории два открытых бассейна с барами, плюс небольшая джакузи с подогреваемой водой. Оливковые деревья, ландыши, пальмы, все это создает атмосферу настоящей идиллии. В заключении расскажу вам об этой рыбе, которая является неотъемлемой фигурой набережной Барселоны вот уже с 30 лет и которую обычно прогуливающийся по набережной или загорающей на пляже видит Ванфас. А вот из отеля можно увидеть ее с другой стороны и прочувствовать значимость этой конструкции. Уверена, эта рыба запечатлена на всех фотографиях, кто отдыхал в отеле Art, но мало кто знает, кто ее создатель. Задумка и воплощение этой рыбы принадлежит известнейшему и одному из самых талантливых наших современников американскому архитектору Фрэнку Гэри. Концертный зал Уолл Диснея в Лос-Анджелесе, танцующий дом в Праге, музей Гугенхейма в Бельбао, штаб-квартира Фейсбук в Силиконовой долине, музей современного искусства фонда Луис Виттон в Париже, в свои 92 года этот человек неистекаемой энергии идей продолжает создавать потрясающие архитектурные шедевры. Но вернемся к рыбе в Барселоне. Оказалась она здесь к Олимпийским играм 1992 года, когда здесь был построен пурт для проведения парусной регаты. Длина плавающей над Средиземным морем рыбы составляет 56 метров, а высота 35 метров. Говорят, что у нее нет ни хвоста, ни головы, что-то вроде символа бесконечности мироздания. Но мне показалось, что хвост я однозначно вижу. Сделанной из стали бронзового цвета при попадании прямых солнечных лучей рыбка становится золотой. Так что загадывайте желание, глядя на этот символ Барселоны. Спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч в Барселоне!